Здравствуйте! В эфире православный альманах. Под преданием церкви христиане подразумевают то, что передано им от предшественников, которые, в свою очередь, получили это от самого Христа и Его апостолов. Одна из таких историй относится к чудотворной пряжевской иконе Божьей Матери, которая несколько лет назад была вновь обретена здесь, в храме Святой Троицы в Судже. О том, как это произошло, вы узнаете сегодня. После закрытия большевиками Горнальского монастыря в 20-е годы прошлого столетия, пряжевская икона Божьей Матери была отнесена монахами в город Суджу, где она официально находилась до 1946 года. Затем данные о месте пребывания иконы на многие годы таинственным образом теряются. Поэтому я вам расскажу одну историю, которую мне рассказал батюшка, приехавшей к нам в гости с Западной Украины. Рассказал он ее, якобы услышал он эту историю из уст женщины, которая здесь много лет жила, в нашем городе. В тот момент, когда икона попала в Успенско-Архангельский собор после закрытия монастыря, это 20-е годы. Точно мы не можем сказать, никто не может сказать точное закрытие монастыря, потому что в разных источниках, наверное, на разные даты есть. Ну, неважно. В 20-е годы икона попадает в Успенско-Архангельский собор. Игумен, который сопровождал икону, которую он ее принес, поселился в городе Суджи. Ему через некоторое время явилась Богородица, которая сказала, вы меня поместили в место разврата и разрушения. Он, конечно же, проснулся и подумал, что это за искушение. Место, центральный собор города Суджи, алтарь, она находилась в алтаре. И как это может оказаться местом разврата и разрушения? Сон повторился несколько раз. В одном из таких снов Богородица явилась в сопровождении святителя Николая и повелела отнести икону, унесенную из Николаевского монастыря туда, где ждет Симеон. Монахи серьезно думали, что нужно найти человека с именем Симеон, где-куда повелела спрятать и разместить икону Пресвятой Богородицы. А потом все оказалось очень просто. У нас на апсиде нашего храма было изображение иконы Сретения, где Симеон Благоприимец встречает в Арсалинском храме Пресвятую Богородицу и берет из ее рук младенца Христа. И тогда монахов осенило, что Богородица повелела им поместить икону именно здесь, в Троицкой церкви, где один из престолов был освящен в честь праздника Сретения. То, что она была до войны в нашей церкви, это однозначно, а после войны, соответственно, тоже, потому что есть уже живые свидетели этого. А до войны у нас сохранилось письмо прихожан нашей церкви, которые просят правящего архиерея, это в конце 30-х годов, точно год, я уже не помню, или 37-38, просят правящего архиерея оставить пребывать Пряжевскую икону Божьей Матери чудотворную монастырскую в Троицком храме. В протоколе общего собрания прихожан Троицкой церкви города Суджи от 9 августа 1942 года содержится письменное свидетельство о пребывании в этом храме Пряжевской чудотворной иконы. Собрание постановило просить Преосвященнейшего епископа Курского и Белгородского дать благословение остаться иконе в нашем храме и городе. Затем мы, уже более поздняя история, 43-й год, война, это отдельная совершенно история в нашем храме, произошла трагедия, здесь погибло более тысячи человек. В феврале 1943 года через Суджу началось движение отступающих немецких войск. Отцу Иоанну Переверзеву, настоятелю храма, было приказано очистить место для размещения раненых. Позже в докладной записке архиепископу Петериму он сообщал, через час времени храм был заполнен массой раненых мадьяр. На полах была послана солома, около стен поставлено несколько печей. Отец Иоанн Переверзев также написал объяснительную записку правящему архиерею, епископу Петериму Курскому. Копия этой записки также сохранилась в архиве нашего храма, где он уже четко совершенно пишет, что после размещения раненых венгров в нашей церкви он пытался спасти святыни и в первую очередь вынес чудотворную пряжевскую икону Божьимателю, икону Архангела Михаила и икону Святителя Николая. Самые почитаемые, чтимые образы в нашем храме. Он спас священные сосуды и антиминцы с пяти престолов. В одну из ночей храм загорелся. Пожар быстро распространялся. Тушить было некому и нечем. В своем письме священник умолчал о человеческих жертвах этого пожарища. Раненых венгров заперли и подожгли в храме. Старики вспоминают, что едкий дым тянулся из окон три дня, а на церковном полу плотно лежали обугленные кости. Огнем были уничтожены ценный иконостас, престол, жертвенник, сосуды, книги, священнические одежды и прочее. Все, храм сгорел не только внутри, но и снаружи. Сгорела кровля, крыша, взорвалась колокольня. Ну, старожилы предполагают, что колокольню взорвали немцы, специально фашисты, перед тем, как поджечь венгров, чтобы они не могли выбраться. После войны об этой истории старались не вспоминать. Не свои ведь погибли, а враги, которых прикопали тут же по всему церковному двору. Вернулись к кровавым сужанским событиям 43-го года спустя десятки лет. По благословению архиепископа Курского и Рейского и Веналия в 1999-2000 годах под руководством областного патриотического клуба «Поиск» поисковиками на территории храма были подняты более 350 останков. Среди больших костей были обнаружены и маленькие. Что за дети погребены у церковных стен, неизвестно. И вот существует такое предположение, что пришли женщины с маленькими детьми, чтобы не оставлять их дома, принесли поесть тем самым венграм ночью. И как раз в этот момент был отдан приказ уничтожить этих венгров. И оказалось, что эти женщины, которые пришли, собственно говоря, поухаживать за ранеными, а так как у них были маленькие дети, они пришли вместе с детьми, они оказались в храме и их подожгли. Детские останки захоронены здесь, слева у алтаря. Их неизвестны имена, но все Господь Всевышний знает, что стало с ними, чья вина, до сей поры не открывает. Братская Мадьярская могила находится за церковной оградой с западной стороны. Памятный знак установлен на средства Венгрии. Ухаживает за могилой Троицкий приход. Жестокая смерть примирила усопших с русской землей, на которую 70 лет назад непрошенными гостями они пришли убивать. История чудотворной Пряжевской иконы Божьей Матери нашла свое продолжение в 1993 году. Отец Евгений Шестопалов готовился к своей первой службе, которая пришлась на 6 мая, день Георгия Победоносца. Вечером, накануне, он приехал в храм, знакомиться с людьми. И вот, когда я обходил храм, ко мне подошла Софья Михайловна, старенькая, старенькая, она, кстати, и умерла, по-моему, на следующий год, сгорбленная женщина, так меня потянуло за рясу, и говорит, батюшка, я вам должна кое-что сказать. Подвела к иконе, киот старинный, он сохранился, сейчас в нем находится копия Пряжевской иконы Божьей Матери. Она подошла к этому киоту и сказала, вот это чудотворная Пряжевская икона, которая была в монастыре, которую носили крестным ходом. Она все мне сказала сразу. Отец Евгений сомневался, присмотрелся, лика не видно, икона черная, закопченная. Но я вспомнил, что здесь есть перепись всех икон, которые делали в конце 80-х годов искусствоведы. Ну, естественно, обратился к документам, открыл альбом, нахожу икону, номер 17, у него бирочка есть, это было наклеено все старые иконы, были переписаны, сфотографированы, и как бы такой маленький скромный паспорт был составлен на каждой иконе, которую писали и делали искусствоведы. Ну, писано сомневаться, икона Божьей Матери, начало 20-го века, стоимость 80 рублей. И я так вздохнул, думаю, ну вот, слава Богу, проблем меньше, никаких чудотворных икон. Не могут же искусствоведы ошибаться. Так, по крайней мере, ему тогда показалось. Но слова этой старушки запали в душу. На следующий год, в 1994 году, к нам вот в гости попала Ольга Петровна, редактор, издательство Воронежского университета Шишова. И вот, так сказать, она дала нам такой особый какой-то толчок к пониманию или, может быть, к иному отношению к этому образу. Она инвалид, с трудом перемещается на палочках, у нее неразвитые ножки. Вот в 9-летнем возрасте она перенесла какую-то болезнь, и у нее ноги остались 9-летней девочки. Сама она стала взрослой женщиной, перенесла несколько операций, но ножки у нее так остались маленькие. Поэтому ей с трудом она перемещалась. Ну, очень талантливый, интересный человек, и ведет такой очень активный образ жизни, вот, в духовном смысле. И вот она на палочках, на костыликах на этих обошла весь храм и остановилась перед этой иконой. Говорит, можно мне здесь стульчик поставить? Ей поставили стульчик, мы начали, это была суббота, мы начали все ночные бдения, и она разрыдалась. Вот, расплакалась, и, в общем, проплакала полностью все, все ночные бдения. Вечером, когда мы уже сели ужинать, она сказала, я, она обращалась к нам, ко мне и к матушке, она сказала, ребята, я чувствую такое необыкновенное тепло от этого образа, вот, что вам не передать. Конечно, мы задумались. Перед Пряжевской чудотворной иконой, но тогда никто не знал, что это именно она был отслужен молебен, как перед Смоленской. Потом мы выехали на природу, вот, отдохнули, показать ей наши места красивые, все, все остальное, и вот случилось такое чудо, что она вот рискнула, и вот залезла в воду и поплыла. Плавала она со слезами на глазах и говорила, я чувствую такой прилив сил, и благодарна была очень за то, что попала сюда в храм, помолилась перед иконой. В 1996 году при инвентаризации в Свято-Троицком храме города Суджи было обнаружено несоответствие лика и ризы на иконе, числящейся в описи как «Смоленская». При обращении к архивным данным подтвердилось, что образ, находящийся под ризой, и является чудотворной пряжевской иконой Божьей Матери. А на сегодня это все. С вами была Марина Милосердова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова